Всем привет дорогие друзья! Сегодня наконец-то поговорим про Last of Us 2, про игру, которую я прошел уже два раза и которую несмотря на тренды среди независимых и честных обзорщиков разносить в пух и прах, я все равно по большей части буду хвалить. Потому что из всех игр, которые вышли за последнее время, это одна из самых лучших. Конечно, не без нюансов, порой без крупных нюансов, но обо всем в порядку. Погнали! Итак, начнем мы с самого начала, с вступления. События второй части разворачиваются спустя пять лет после окончания оригинальной истории Last of Us. Главные герои в лице Элли и Джоэла живут-поживают в небольшом городке под названием Джексон, где даже есть свой бар и киношка. И внешне все выглядит вроде как благополучно. Ключевые слова – вроде как, потому что между героями имеются свои терки. Но терки между близкими людьми – вещь довольно пагубная. Они имеют свойство медленно, но верно выедать изнутри. И герои это понимают и пытаются пойти друг другу навстречу. Но помириться полностью им не позволяет стерва-судьба, которая в доходчивой форме напоминает о тенях прошлого. И тогда наша уже подросшая любимица Элли встает на тропу в мести, а объект мести в свою очередь мучается терзаниями совести. И за развитием всего этого мы и наблюдаем на протяжении 20 часов повествования. Месть, ее бессмысленность, круг насилий, бла-бла-бла, темы довольно старые и довольно заезженные. Но Last of Us 2, как ни одно другое произведение, как никакая другая книга или фильм или игра, показывает это в доходчивой форме. Думаю, ни для кого не является большим секретом, что в игре нам покажут обе стороны конфликта. И кроме того, покажут, что бывает, когда один учится жить дальше, принимает свои ошибки, а второй никак не может успокоиться. Покажут, к чему это приводит. Мало того, тема мести и последствия не единственные темы, поднятые Last of Us 2. Тут даже нашлось место тематики посттравматического стресса, но не ограничилось ей. Вспомним сцену на ферме, когда Элли предъявляет Дине, что та, мол, как так может жить? Как будто ей все похер, как будто она всех забыла, вообще у нее все зашибись. На что Дина ей отвечает. Слышь, подруг, несмотря на то, что я тебе здесь улыбаюсь, и по вечерам мы тремся бугорками, у меня тоже на душе, знаешь ли, не все так благополучно, как может показаться. Мне тоже херово, но я молчу. Так что ты иди-ка ты лучше загони барашков, а то мужика у нас нет, забор маленький, и еще мало ли какой зомбарь их погрызет. Так что Last of Us 2 эта игра не только про мести ее последствия. Здесь поднимается довольно много тем. Здесь даже поднимается тема обезличивания врагов. Разрабы пытаются показать нам, что враги это не некие, но в нейма тоже живые люди. И это, кстати, отчасти работы. И, знаете, я считаю, что то, что здесь много тем, это и плюс, и минус этой игры. Минус в том, что такое ощущение, что сценаристы и постановщики порой концентрировались на том, как бы вот впихнуть здесь что-то такое параллельное основной линии, и совсем забыли про основное повествование, потому что некоторые элементы основного повествования, я считаю, выполнены довольно слабо. Возьмем, к примеру, флэшбеки Селли. Каждый флэшбек с ее участием – это отдельный мини-шедевр. Эмоциональные, красивые, раскрывающие в полной мере ее отношения с Джоэлом и полностью закрывающие некоторые сюжетные вопросы. Говорят, что некоторых людей они пробивали даже на слезы. Что сказать, даже у такого черстого человека, как я, они вызывали неподдельные эмоции. Флэшбеки Селли – одна из самых ярких частей Last of Us 2. И на их фоне флэшбеки Селли смотрятся просто да нельзя дешево, банально и заштамповано. Ни о каком раскрытии ее отношений со своим отцом тут и речи быть не может. А как раз таки именно здесь и нужно было приложить максимум таланта и усилий. Тем более, что основной сюжет за этого персонажа слабо выправляет ситуацию. Так что с флэшбеками Эбби сценаристы нехило облажались и проникнуться симпатией к этому персонажу получится далеко не у всех. И в этом и кроется главный прокол сюжета. Я считаю, что можно и нужно было бросать что-то параллельное и садиться и писать качественный сценарий флэшбекам этого персонажа. Я хочу проникнуться в большей симпатии к Эбби, но у меня не получается. Не за что зацепиться. Ребят, прекрасно понимаю, сегодня слишком много рассказа о возвышенном, о воздушном, о чувствах, о эмоциях. Но мы-то с вами владельцы PlayStation, представители элитарного клуба. Кто, как не мы, будет заниматься такими вещами? А? Владельцы ПК? Боксеры? Отребье? Нет, это наш удел. Ладно, я вас понял. Все-таки игра, надо пройтись и по геймплею. Хорошо, погнали. Геймплейная составляющая Last of Us 2 целиком заимствована из первой части, плюс продиктованное временем выхода апгрейды. Герои научились ползать, уворачиваться от атак, в арсенале появилось чуть больше оружия и его модификаций, места битв зачастую многоуровневые, но основа геймплея та же и по ходу игры делать придется то же, что и раньше. Шаримся по локациям в поисках припасов, идем к битве, побеждаем, смотрим кат-сцену или анимацию, латаем раны, повторяем цикл заново. Битвы лучше всего проходить скрытно, так как экшон зачастую фатален, особенно если противников больше, чем двое. Шаримся по локациям в свою очередь, ощущается более, что ли, проворной? Простыми словами, геймплей Last of Us 2 не сказал нового слова в игровой индустрии, но он доведет до щенячьего визга всех фанатов этой составляющей первой части. Что сказать, даже меня он довел до такого состояния. Некоторые битвы после прохождения я загружал заново из менюшки, дабы пройти их заново на более высоком уровне сложности. Но вот к чему вопросы, так это к искусственному интеллекту и к тому, что обещанный стелс со стороны врагов не особо-то наблюдается. Новый вид зомби, сталкеры, действуют по скрипту, который даже и не пытались скрыть. А шрамы, они же фанатики, хоть и в отличие от военных и более скрытные, но они используют стелс в полном понимании. Они тоже топчутся по локации в поисках игрока, просто они чуть меньше заметны. Ну а сам искусственный интеллект среднеочковый. И поймите правильно, играть в Last of Us 2 приятно и увлекательно. В рамках одной битвы вариативности предостаточно, и ограничена она только припасами и воображением. А вот что касается брождению по локациям, в поисках тряпок, банок и остатков бухла, как по мне элемент сейна любителя, спасает только записки с историями и вскрытие сейфов. Теперь поговорим про графоний. И я не знаю, что это сказать, кроме того, что он охрененный. Эффекты, детали, детали, детали и еще раз детали. Некоторые мелочи уже излишни и выполнены на каком-то маниакально новом уровне. Кто не согласен, напишите мне игру, где столько деталей и такое внимание к ним. Реалистичность творящегося на экране просто зашкаливает. Аниматоры, видимо, продали душу дьяволу, чтобы добиться такого на железе 7-летней давности. И отдельный кайф смотреть на взрывы и разлетающиеся брызги крови. Зрелище ужасающе красивое. Претензий у меня графики никаких, разумеется, нет. Кроме того, что она запредельная, и PS4 Pro создает шум соизмеримым взлетом Боинга. Фатка третьей ревизии, что сейчас в кадрах рядом со мной, работает в игре на порядок тише. Анимациям, детализациям, графике ставлю отдельное 12 из 10. Итоговая оценка. Во-первых, полбалла отнимаем за вторичность геймплея и за то, что искусственный интеллект, ну скажем так, среднеочковый. Чуть выше среднего, но ждешь чего-то больше. Потому что все-таки игра Трио-класса Last of Us 2, блин, как-никак. Поэтому полбалла минус за геймплей и за искусственный интеллект. Балл отнимаю за сюжет. В частности, за то, что Эбби, она как персонаж, не раскрыта. Порой не понимаешь ее мотивы, ее поступки, что у нее на уме, и как-то это надо было больше давать. Я не понял, я не проникся этим персонажем. Флэшбеки тоже были довольно слабые. То есть выходит минус полтора балла, восемь с половиной. Но еще полбалла я сниму за следующее. Здесь глубокий вдох и, видимо, нужно небольшое предисловие. Я, как вы можете наблюдать, белый бородатый гетеросексуал европейского типа. То есть по определению расист, гомофоб, ксенофоб, фемофоб, там и прочие-прочие фобы. Только потому, что я вот такой, по версии меньшинств. И ничего я с ним поделать не могу. Но, несмотря на это, я все равно добавлю, что нетрадиционная ориентация Элли в игре, она оправдана сюжетом. Она необходима по сюжету. Да, я это сказал, не заставляйте повторять. Не хочу новую дубль делать, если что. Это сложно сказать, учитывая на генном уровне, ощущая, что что-то не то. Но, ладно, я это сказал, да, это так. Это действительно так, поэтому за это не отнимаю. Мне было абсолютно пофиг, что Эбби Качиха. Вот вообще плевать. Мне было даже плевать на то, что в игре только женщины получают комплименты. И то, что, допустим, был такой момент, когда нужно было Элли и Джесси перебраться, и Элли подсаживала Джесси, смотрится диковато. Но, когда я узнал, что пацан не пацан, вот этот чувачок, это не пацан. Я играл два часа и был убежден, что это пацан, которого изгнали только потому, что он не слушается старейшин. Потому что он считает, что старейшины неверно трактуют писание пророчицы. Но через два часа я узнал, что нет, оказывается, это она. То есть это особь женского пола, которая решила, что она парень. И вот скажите, нахрена это добавлено в игру? Как-то меняет? Нет. Что-то дает? Нет. Но я считаю, что когда уже так навязчиво это пихается везде, где только можно, это надо пресекать. Мне это не нравится. Я отнимаю за это полбала, заслуженно отнимаю за это полбала. Я считаю, что такие вещи надо пресекать, когда они, ну просто уже навязчиво тебе суют. Вот на, на, на. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помоли за меня. То есть в итоге получается 8, но здесь я еще отмечу два важных нюанса. Во-первых, это восьмерка, которая получена не по обкатанной тысячелетиями схеме того, как нужно делать правильную игру, которая понравится всем. Нет. Здесь применена новая схема. И я уверен, что такая схема совсем скоро появится в играх от других студий. И второй нюанс. Это то, что по эмоциональной составляющей Last of Us 2 гораздо выше других игр с такой же оценкой. Поэтому я считаю, что Last of Us 2 стоит пройти к каждому. У кого есть PlayStation, да и не только. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравился ролик, ставим пальцы вверх и, конечно, пишем ваше мнение в комментариях. Все-таки это YouTube. И увидимся совсем скоро в новых роликах и на стримах. Пока.